Приветствую вас! Я думаю, что, вообще говоря, вы можете совершенно спокойно написать в поиске, кто такой интроверт, и, в общем-то, там будет весьма чёткое определение того, что такое интроверт. Вот, и мне кажется, что вы пришли сюда, ну, за чем-то другим, вы пришли сюда не за, ну, не за получением какой-то информации, да, сухой о том, что такое. Инпроверт, а вы, возможно, пришли сюда за чем-то другим. Я не хочу сказать, что то, что я сейчас озвучу, является исключительно вашим, ну, то, что относится к вам. Вот, но я хочу сказать, что часто, очень часто, вот, очень часто люди обращаются, спрашивают о том, что происходит. У нас, вот, такой интроверт, чтобы как-то, вот, оправдать себя. То есть, люди пытаются оправдать себя, пытаются как-то, вот, увидеть какой-то позитив, какой-то плюс в том, что, вот, ну, там, не интроверт, не интроверт. Вот, другой какой-то, какой-то тип личности. Вот. И, соответственно, для чего и почему люди это делают? Потому что есть неудовлетворенность определенно тем, что человек, ну, тем, как человек поступает. Да, есть определенно неудовлетворенность этому. Вот. И, соответственно, если у вас есть неудовлетворенность, то нужно работать именно с ней, а не пытаться выяснить, кто такой интроверт. Понятно, что, возможно, есть какие-то другие основания у вас спрашивают, что такое интроверт. Например, кто-то из ваших близких, любимых, родных, интроверт, и вы пытаетесь найти с этим человеком общий язык. Такое, в принципе, тоже может быть, вот. Но, в любом случае, вопрос даже слишком общий, вот, он не раскрывает вашу индивидуальность. А без индивидуальности вам практически невозможно оказать помощь, как воля вам. Вот. Интроверт – это человек, который много внимания и много значения отдает своему внутреннему миру. Интроверт – это человек, который ориентирован на свой внутренний мир, для которого очень важны его внутренние переживания и который склонен к рефлексии, к интроспекции и так далее. Вот. Это не необязательно необщительный человек. Это человек, у которого просто на передний план выступает, его внутренний мир, его внутренняя речь, внутренний диалог и так далее. Вот. Соответственно, такая вот история. Это то, что можно сказать про интроверта в самых общих чертах. Другое дело, что вас интересует, ну, наверное, вас интересует, я так думаю, вас интересует, что-то другое, что-то именно свое. Но что именно вас интересует, ну, конечно, мы не знаем, потому что вы об этом не сказали, вы об этом ничего не написали. Вот. Ну, а то, что сказал я по поводу интроверта, вы можете сами, в принципе, узнать в интернете. Ну, это то, что очевидно, что я здесь вам какую-то истину, да, не раскрыл в этом смысле. Вот. Поэтому и вопрос ваш такого типа не совсем понятен, то есть не совсем понятно, зачем вы его задаёте этот вопрос. Вот. Вот, в принципе, такая история. Такой, в принципе, момент. Вот. Так что здесь я думаю, что вот давайте пока остановимся на этом. Остановимся именно на том, чтобы вы, ну, более, более чётко выразили то, почему вас так волнует, интересует такой интровертик, какую именно проблему вы пытаетесь решить и разобрать. Вот. именно в своём вот контексте, ну, в контексте своего вопроса, какую проблему вы хотите разобрать, какую проблему вы хотите решить. На этом вам нужно обратить своё внимание. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.